Раз, два, три! Тащи, тащи, тащи! Согласно исследованиям, компьютерными играми увлекается примерно половина россиян в возрасте до 30 лет. Это только верхушка айсберга. Я не знаю лично ни одного человека, никакого возраста, у которого хотя бы какая-то игрушка не была установлена на каком-либо устройстве, на мобильном телефоне, или же этот пассиант-косынка на компьютере. Любая из этих игр всего лишь программный код, но эмоции, которые испытывает геймер во время игры, реальные. Наша нервная система просто не в состоянии отличить мир реальный от мира виртуального. Почему у нарисованной и оцифрованной картинки такие возможности? И что могут дать нам технологии компьютерных игр, кроме эмоций? Плэн. Плэн за зелёным, за зелёным, Плэн. Это чемпионат по компьютерным играм. Фестивали международного уровня ежегодно собирают тысячи болельщиков на стадионах и миллионы онлайн-просмотров по всему миру. Для участников чемпионата компьютерная игра это уже не просто способ приятно убить время. Сложившиеся команды, чётко регламентированные детали, запрет на допинги и далеко не игрушечные призы в десятки тысяч долларов. Компьютерный спорт – это спорт. Это признано во всём мире. Это интеллектуальный вид спорта. Германа наравне с шашками, с шахматами, с го, со спортивным бриджем, с китайскими шашками. Будущему переводчику Герману 21 год и почти половину жизни он играет. За плечами победа на чемпионатах уровня СНГ и первые полученные за игру призы. У Германа есть всё – друзья, учёба, любимая девушка и планы на будущее. И есть вторая жизнь в сети, яркая и насыщенная. Какая из них важнее – разделить уже сложно. Непосредственно для меня киберспорт сейчас и компьютер вообще – это главное моя, так сказать, то, чем я душу. То есть для меня это очень круто. Компьютеры я люблю, я люблю людей, с которыми меня связал этот же компьютер. С момента создания первых виртуальных игр прошло всего 60 лет. А представить современную жизнь без них уже невозможно. По данным поисковых интернет-систем, слово «игра» сегодня востребовано почти в 6 раз чаще, чем слово «любовь». Компьютерные игры – это отражение величайших технологических достижений. Да и сами они уже считаются высокими технологиями. Их основная цель – заставить наш мозг поверить в реальность происходящего. После появления компьютеров, развития математики, мы получили еще и прекрасный инструмент. Несмотря на то, что я занимаюсь наукой, я бы назвал его волшебным. Потому что он позволяет человеку переживать опыт ситуации, которые могут быть банально небезопасны для него. С момента первого клика мышкой в игре геймер может даже не подозревать, что на него работает огромный коллектив профессионалов. Кроме художников, программистов и дизайнеров, в штат создателей часто входят психологи и историки, сценаристы и композиторы. Иллюзия должна быть максимально реалистичной, чтобы наша нервная система не заметила подмены. Если у вас учащается пульс, если потеют ладони, если вы ощущаете себя частью происходящих событий, значит, игра была сделана хорошо. Значит, она что-то тронула внутри вас, значит, она сделала вас богаче на эти эмоции, на этот опыт. Все начинается с идеи, за воплощение которой берутся художники и дизайнеры. Чтобы воссоздать атмосферу, скажем, Сталинграда 42-го года, необходимо максимально точно соблюсти исторические детали. Для этого используют военные фотографии тех лет. Их изучают, оцифровывают, составляют карты. И только затем приступают к моделированию. Для создания этой картинки, например, использовали данные реальной аэрофотосъемки времен гитлеровской Германии. Снимки наших летчиков в архивах не сохранились. Тщательная прорисовка только одной локации занимает не менее полугода кропотливой работы. Внешний вид техники и предметов тоже определяется по архивным фото и чертежам. Когда работа моделеров и дизайнеров подходит к концу, к ним присоединяются физики. Например, во время взрывов, когда что-нибудь взорвалось, мы видим, как камни сначала полетели вверх, выброшенные силой взрыва, а потом из-за гравитации упали вниз. А это есть частный случай работы физики. Знание физики необходимо и в создании предметов, и персонажей. Как будет двигаться самолет или танк, если их подобьют? Все должно выглядеть реалистично, а значит, подчиняться физическим законам привычного нам мира. Например, наш хвост, он может вращаться по нескольким осям, что вкупе с визуальными повреждениями, с пулевыми пробоинами или какими-то подгорелыми местами, дает нам картину повреждения того или иного элемента конструкции. Физика движения предметов вычисляется по математическим формулам. С персонажами проще. При помощи современных средств можно зафиксировать, как реальный человек двигается в определенной ситуации. Находят специальных актеров, на которых одевают костюмы, снабженные большим количеством датчиков. Актеры выполняют различные движения, бег, приседания, дружеское похлопание другу по спине, рукопожатие или военные действия, они бегают с автоматами. Но мы воспринимаем игру не только визуально, но и на слух. И здесь свои тонкости. Как звучали пулеметы Второй мировой войны? Какие звуки издавали моторы танков? Если оружие не сохранилось в реальности, это работа для звукового дизайнера. Например, автоматическая пушка ВИА. То есть мы посчитали, что она стреляет вот так. Это на основании калибра скорострельности и такого же калибра скорострельности современного оружия. Казалось бы, при таком количестве информации каждую игровую секунду должны просчитывать гигантские по мощности сервера. Но разработчики поясняют. В таком подходе нет смысла. Программа рассчитана на среднего пользователя, а значит, должна работать в обычных домашних условиях, на обычном компьютере или приставке. На тех же устройствах специалисты и тестируют ее перед выпуском. Это люди, которые профессионально, а многие за деньги, целый день играют в игры. Играют они не для того, чтобы получать удовольствие, а для того, чтобы находить ошибки. Каждая найденная ошибка отправляется вам назад, как разработчику, и вы можете ее устранить. И в момент, когда ваши тестеры целый день будут просто играть и получать удовольствие, и не напишут вам ни одного письма, значит, вы готовы к выходу. Большая часть игр создается для развлечения. Но есть программы, призванные в игровой форме помочь человеку. Речь идет о симуляторах реальности, созданных для оттачивания профессионального мастерства. Компьютерные игры используются в тренировке людей одной из самых ответственных профессий – пилотов самолетов. Тренажер отличается, есть отличие от самолета. Также отличается симулятор от тренажера. Всего пару лет назад профессиональный тренажер-пилота сильно отличался от развлекательных игр. Сегодня отличий почти не найти. Это авиатренажер, имитирующий управление легкомоторным самолетом. На нем летчикам отрабатываются навыки полета в сложных условиях. Но справится ли с управлением авиатренажером обычный геймер? Значит, задача у нас – выполнить полет по кругу. Аэропорт Домодедово, круг полетов влево и высота полета по кругу – тысячи футов. Вадим – виртуальный летчик. Он уже шесть лет играет в авиасимуляторы. В общей сложности у него более трех тысяч часов налета. Хватит ли ему знаний и умений, чтобы поднять и посадить самолет как настоящему летчику? Полный дренажер включает в себя не только программы, но и такие вещи, как полная имитация кабины, всех приборов, вплоть до имитации звуков и, допустим, визуализации наземной поверхности с различными строениями, которые характерны для определенных аэропортов или каких-то зон пилотажных. Полет по кругу – задача для начинающих курсантов. Его выполняют за пять минут. Точка взлета – чуть позже середины взлетной полосы, чтобы успеть приземлиться, если что-то пошло не так. Но самое главное – правильно сесть и не разбить самолет. Инструктаж позади. И запустить мотор у Вадима получается сразу, несмотря на незнание панели приборов. Профессиональные летчики удивлены. Сирена, указывающая на внештатную ситуацию, ни разу за полет не прозвучала. С одной стороны, программы симулятора и настоящего тренажера схожи, но игровые разрабатываются на более широкую аудиторию, поэтому и расходы ниже, и проработка не так тщательно. Однако геймер смог посадить самолет самостоятельно. Как делаются развороты, как набирается высота, как держать скорость, что такое скольжение, что такое крен. Он знает все эти термины. Ему не нужно было объяснять все это с самого начала, как делается для курсанта, который только-только пришел и ничего не знает. Эксперимент окончен. Теперь, что называется, разбор полетов. Летчик-конструктор объясняет, ошибки геймера характерны для любителей симуляторов. С успешно выполненным полетом. Полет выполнен, в общем, на оценку, отлично. Допущенные у нас были какие-то отклонения в процессе полета. Необходимо учитывать боковой ветер. Боковой ветер у нас был под 90 градусов. Позднее начало выполнения четвертого разворота. С полосы сносит, приходится разворачиваться на больший угол. В реальный полет, разумеется, его выпускать будет очень рано, потому что тренажер в данном случае, он моделировал очень упрощенную ситуацию, когда не нужно следить за движением в районе аэродрома, когда нет усложненных условий захода, когда там нет ветра, сдвига ветра над полосой. Другими словами, этот эксперимент подтвердил, уровень компьютерных симуляторов сегодня действительно высок. И разработчики давно думают о практическом применении игр. И, пожалуйста, одевайте вот эту картуру. Одевается она как наушники. Вот этот мундштук вставляется в ноздрёк. В новосибирском НИИ физиологии и фундаментальной медицины компьютерные игры используют для лечения. Правда, управляют такой игрой не с помощью джойстика или клавиатуры, а при помощи дыхания. К примеру, эти летающие тарелки можно сбить, только если ритм вдоха-выдоха соответствует заданному программы. Всё началось с того, что учёные выяснили. У каждого человека есть свой правильный ритм дыхания. Если его записать, оцифровать и повторять как эталонную модель хотя бы 15 минут в день, то лечебно-профилактический эффект может сработать при целом ряде заболеваний. Это весь набор психосоматических заболеваний, которые и начинаются с психологического стресса. Кроме ишемической болезни сердца, это бронхиальная астма, это язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, артериальная гипертония. Дышишь с нужным ритмом – сможешь победить. Такова нехитрая логика игры. А заодно и здоровье поправишь. Такой способ контроля над виртуальным пространством называется биоуправлением. Особенно маленькие пациенты, им трудно специально просто дышать по какой-то программе. Максимум 10-15 минут, потом становится скучно, и эффект биоуправления, сессии биоуправления, пропадает. Для них придуманы специальные компьютерные игры, в которых параметры дыхания влияют на успех или неуспех в игре. Маленький пациент стал заинтересован в успешном развитии сюжета игры, и это соответствует как раз целям биоуправления. В начале сеанса пациенту под классическую музыку показывают фильм с умиротворяющими картинами природы. А компьютер тем временем пишет кривую, отображающую содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Именно эта модель станет алгоритмом правильного вдоха-выдоха в компьютерной игре, и вдобавок подарит пациенту душевное спокойствие. Эмоции и дыхание тесно связаны. Когда мы взволнованы, то дышим прерывисто. Если записать кривую вдохов-выдохов в тревожном состоянии и позже повторить её, волнение вернётся. Этот же принцип работает и с состоянием покоя. Главное знать, как конкретный человек дышит, когда он спокоен. Наша игра сначала протестирует дыхание, а потом автоматически предложит те условия игры, которые будут максимально человека приближать к этому состоянию. Сейчас учёные работают над новой задачей. Создают дыхательную игру, которая поможет снимать стресс после тяжёлого рабочего дня. Не все люди, допустим, специально захотят заниматься своим здоровьем. Но мы им предложим эту игру. Она будет интересна сама по себе. Будет те же самые очки набирать, но только не пальцами бегать там по экрану, да, по смартфону. А это дыханием нужно управлять. Только ли человек управляет игрой? Или развлечение влияет на игрока не меньше? Что же происходит в организме геймера? Таким вопросом задались специалисты Университета физической культуры. Здесь, на кафедре информационных технологий, учёные изучают реакции организма на виртуальную реальность. Реакции нашего организма, не только нервной системы, но и биохимические реакции, в частности, химический состав слюны может меняться достаточно заметно. Показатели сердечно-сосудистой системы тоже меняются. То есть, да, конечно, человек реагирует на то, что он видит. Сегодняшние испытуемые – опытные геймеры. Александр не первый год увлекается шутерами или так называемыми стрелялками. Задача учёных – за время игровой сессии выяснить, какие именно участки его мозга активизируются. Ну вот, например, сейчас был прикреплён электрод к лобным участкам нашего мозга, которые будут отвечать, в первую очередь, за внимание, связанное с вниманием, и активируются, когда человек решает какие-то сложные интеллектуальные задачи. Интенсивность кривой на мониторе зависит от степени увлечённости игрока. Каждая кривая отражает сигналы, которые регистрируют электрод, прикреплённый к определённой части головы. 15 минут исследования, компьютерная обработка данных и первые результаты. Правое полушарие работало более активно. Это наше образное полушарие. Нет как такового логического, последовательного анализа, как это было бы, если бы работало левое полушарие. Вывод учёных. Игра, в которой необходимо прятаться, нападать, помнить карту передвижений и иметь быструю реакцию, активизирует те же отделы мозга, что и в схожих жизненных ситуациях. То есть реакции мозга на виртуальные действия по сути те же, что и в реальности. Я смею предположить, что она была бы похожа. Может быть, степень интенсивности в реальной ситуации была бы больше, но общее направление, конечно, изменение активности было бы тем же самым. Следующий испытуемый чемпион по авиасимуляторам Вадим. Ему закрепляют систему, считывающую функциональные состояния организма при игре. Для этого нам придётся немножечко поднять футболку. После того, как мы вот сейчас закрепили датчик, сразу же с этого момента начался считываться сердечный ритм спортсмена. Подобные исследования учёные проводили во время международных соревнований по киберспорту. Тогда результаты их поразили. Пульс геймеров, неподвижно сидящих за компьютерами, был таким, словно они участвовали в забеге на марафонскую дистанцию. Частота сердечных сокращений доходила до 150-160 ударов в минуту, ну, при норме где-то 60-70 ударов в минуту вот состояния покоя. Вадим не оказался исключением. Частота его сердечных сокращений во время игры возрастала до 130 ударов в минуту. Проведём аналогию, да, жизни не погибнуть, не совершить какую-то аварию. И поэтому человек здесь, естественно, реагирует, наверное, так же, как бы он среагировал в жизни. Третий испытуемый – Антон. Его конёк – стратегические игры в сети. Исследователи анализируют характер его сердечного ритма и выявляют общее состояние организма до и после игры. Это прибор для измерения вариабельности сердечного ритма. Так называется эта методика. В эту мышку встроены специальные датчики, фотоэлементы, которые позволяют оценить изменение диаметра сосудов и, соответственно, кровенаполнение. Если до начала игры у Антона было утомлённое состояние, то после небольшой сессии он словно взбодрился. Именно это и зафиксировал прибор. Полностью отсутствует стресс. И можно сказать, что у него в настоящий момент идеальная работоспособность сердечно-сосудистой системы. Сам Антон легко это объяснил. Играл не ради победы, а для удовольствия. Если это игра ради удовольствия, то может быть и расслабление. А вот когда уже серьёзные турниры или какие-то серьёзные тренировки против сильных соперников, это, я думаю, скорее всего, напряжение. Но почему не настоящее действует на геймеров так сильно? Эти и другие подобные эксперименты доказали. Зрительная и сенсорная системы главные поставщики информации в центральную нервную систему. Именно поэтому восприятие виртуальной ситуации для мозга неотличимо от реальной. Мы до 90% информации получаем именно благодаря зрительной сенсорной системе. Всё, что мы видим, для нас значимо. То есть мы видим, мы оцениваем, мы анализируем. И поэтому вот адресация компьютерных игр именно к зрительной сенсорной системе и вызывает вот такую вот реакцию. Именно в этом свойстве нашей нервной системы и кроется настоящая опасность. Компьютерные игры вызывают зависимость. Но не у всех. Здорово. О, привет! Мусачки! Здорово. Здорово. Как, одно? Ничего, нормально? Ну, как? Ну, размяты, готовы. Молодцы, молодцы. Официально компьютерный спорт видом спорта в России не считается. Но специалисты всё равно делят геймеров на тех, для которых игра – это тренировка и способ добиться успеха. И на простых любителей, которые сутками могут сидеть в игре. В группе риска находятся только любители. Согласно исследованиям психологов, такие геймеры зачастую просто не приспособлены к настоящей жизни. Это нереальная жизнь. Это нереальные люди. И эти герои не могут непредсказуемо вам сказать какие-то неприятные слова, например. Или вас отвергнуть неконтролируемо от вас. Да, это всё у вас в мышке под контролем находится. Реальный человек может вам не призвонить. Такое может быть. А реальный человек может не согласиться с вами пойти на свидание. И так далее. И раз, два, три! Тащи, тащи, тащи! Учёные и психофизиологи в своих исследованиях раз за разом доказывают. Киберспортсмены выделяются из общей массы сверстников. Скорость реакции даже в быту. Умение анализировать и запоминать большой объём информации. Вот их отличительные черты. Кроме того, у спортсменов очень хорошо развито пространственное мышление, пространственное воображение и умение решать не просто задачу линейно. Среди киберспортсменов очень много грамотных менеджеров в последующем. Но психологов больше беспокоят геймеры, которые живут только в сети. В настоящей жизни их не спасут ни общение в чатах, ни навыки, полученные в игре. Зависимый человек попросту не сумеет применить их в реальности. Если мы говорим о предназначении человека биологическим, это создание семьи, рождение, потомство. Вот с компьютером, я хочу вам секрет открыть, потомство не завести. Никак. Стоит ли отказываться от быстро развивающейся сферы компьютерных игр из страха потерять ощущение реальности? Каждый решает за себя сам.